Валентина Кузьмина и Нина Гирич записались на прием к мэру Анапы по одному вопросу. Вступили в кооператив, застройщик разорился. Недостроенный жилой комплекс передавали несколько раз от хозяина к хозяину. Жилой дом по адресу улица Ленина, Мелькова, 173А, сдали в эксплуатацию через суд. Жильцы прописали, сделали ремонт в квартирах. Новый хозяин строящегося комплекса подает иски в суд о признании свидетельств на 12 квартир недействительными. Договоренности, взносы и выплаты первому застройщику для последнего – просто звук. Женщины обратились к мэру Анапы и Сергею Сергееву с просьбой помочь и пригласить нового инвестора. Готово слушать и слышать жильцов. Я чувствую, что надо вмешиваться туда. Пожалуйста, не хочу вопрос. Но мне не понравилось. У Светланы Владимировны есть дом. Это все проверяется. Сейчас я вспоминаю улицу Подвойского, по-моему, улица Птихорецкая. Вот такая же ситуация. Она его вырулила и достроила. И 48, по-моему, квартир получили люди. Светлана Панова обратилась к мэру Анапы с просьбой включить многоквартирный дом на улице Новороссийской, 107, федеральную программу капитального ремонта. Жильцы подавали заявку, когда действовала 5-процентная программа софинансирования. Сейчас по программе жильцам придется собрать 15% от общей суммы капитального ремонта. У нас в доме участников войны, у нас участники войны лежачие. И вот я живу в этом доме 30 лет, и приходилось, я и Чекуновой знаю, труба прорвет, надо было всегда бегать и все. Мы люди бедные, мы не можем ваши деньги платить. Мы согласились на 5%, нам обещали сделать в 2012 году. У меня выяснил причину, но в этом году уже все. Ну а что нам делать тогда? Ну, на будущего, в 2014 году. Вопросы по капитальному ремонту здания возникли у Людмилы Сурниной. Женщина обратилась к мэру Анапы Сергею Сергееву от всех жильцов дома ветеранов войны и труда. Ответы решения мэра – действовать в рамках правового поля, строго по закону. В соответствии с законом решат вопросы детской площадки в центре города. Светлана Богатырева проживает в многоэтажке более 40 лет, выросли дети, подрастают внуки. На детской площадке играло два поколения. И вот уже два года рядом с площадкой стоят мусорные контейнеры. Соседство детей и мусора более чем странно. Еще одна жалоба на летнее кафе хозяева общепита заняли тротуар. Мэр Анапы Сергей Сергеев внимательно выслушал каждого на приеме и в очередной раз отметил, для конкретных решений и действий в каждом вопросе надо разобраться детально, изучив все правовые аспекты. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа. Регион.